здравствуйте дорогие друзья давненько мы с вами не плели колечек и вот посмотрите какое колечко я для вас придумала у нас большой кристалл стоит в такой своеобразной короне такая корона получилась по краям здесь я использовала кристаллы биконусы ну а материалах мы поговорим чуть позже и если правильно подобрать материалы то получится в общем то очень красиво ювелирное изделие но давайте поговорим о материалах я использовала биконусы 4 миллиметра мы сегодня будем брать черные вот 4 миллиметра биконусы вот эти вот кристаллы маленькие они продаются как кристаллы 2 на 3 миллиметра но они немножко мельче у меня есть чистый 2 на 3 миллиметра а вот эти вот они чуть чуть мельче ну правда но продаются они вот с таким размером как 2 на 3 миллиметра вместо вот этих кристаллов можно смело поставить бисер 8 размера если у вас будет красивый бисер 8 размера то вот сюда можно будет вставлять бисер 8 размера и в качестве серединки я использовала вот такой вот кристалл 6 на 8 миллиметров бисер я брала вот его номер 18 549 мы с вами из этого бисера уже много всего плели колечко плетется очень очень просто и плетение это подходит для начинающих все кто хочет научиться плести бисером может смело браться ну и так давайте приступим я взяла сегодня черную мононить а плела я вообще на леске 0 18 миллиметров но можно также брать и леску 02 итак давайте приступим нам понадобится 6 биконусов и мы их набираем через один с кристаллом биконус кристалл биконус кристалл вот смотрите мы с вами набрали 6 пар 6 пар бик пара биконус кристалл подтягиваем это в конец нитки завязываем узелочек и теперь смотрите мы проходим в биконус только биконус кристалл не заходим вот так и первый наш набор будет 4 бисерины 4 бисерины и мы заходим в тот же самый биконус из которого выходит нитка вот наша нитка выходит мы с обратной стороны заходим в этот биконус у нас вот такая с вами получается шапочка теперь мы проходим дальше через кристалл и через биконус вышли набрали теперь уже три бисеринки и вот каждый следующий набор наш будет по три бисеринки и смотрите что мы делаем дальше вот мы набрали три бисеринки и заходим в бисеринку ближайшую к нашему биконусу из которого нитка выходит зашли и заходим теперь в биконус в кристалл мы не заходим а заходим сразу следующий биконус в этот и проходим вперед на один кристалл и на один биконус вот так то смотрите мы заходим вот наша ниточка мы зашли вот в эту бисерин очку и из нее сразу заходим в биконус и проходим дальше в кристалл и в биконус из биконуса выходим хорошенечко подтягиваем и вот получилась наша вторая дуга и так мы делаем дальше 3 бисеринки набираем проходим в бисеринку которая ближе к биконусу из которого нитка выходит и сразу можно проходить в этот биконус вот прошли подтянули и проходим сразу же смотрите в кристалл и в следующий биконус и теперь мы можем хорошенечко подтянуть и вот что у нас с вами получается видите над каждым биконусом у нас получается вот такая вот небольшая корона опять набираем 3 заходим в бисеринку проходим в биконус кристалл и биконус вот так ну и вот мы смотрите с вами добрались до последнего нашего биконуса здесь мы что делаем мы заходим вот я пока не хотела я эту нитку обрезать вот так уберу пока наш последний биконус и я уже пустой иголкой пока ничего не набираю захожу в ближайшую бисеринку так вышло набираю раз-два и захожу с этой стороны в ближайшую бисеринку и теперь отсюда я прохожу в биконус хорошенечко все подтягиваю и смотрите что я делаю дальше дальше вот у меня нитка выходит посмотрите у меня вот эта ниточка здесь выходит и я захожу опять в эту бисеринку из которой мы только что с вами вышли то есть я поднимаюсь на вот этот вот уровень туда где у нас бисер зашла и смотрите что мы дальше будем делать мы будем делать формировать корону то есть нам нужно вставить по бисеринке вот у нас видите над каждым биконусом стоит две бисеринки и я прохожу смотрите в одну прошла это наши две бисерины которые над биконусом стоят вот они две я между ними беру набирая одну бисеринку и прохожу смотрите в эту бисеринку прохожу и в следующую то есть над следующим биконусом сейчас буду вставлять бисеринку ну и так как нашим бисерин очкам здесь тесно они таким образом формируют корону то есть мы вставляем над каждым биконусом между двумя бисерин очками одну бисеринку ну и осталось последнее вот мы с вами сформировали корону теперь смотрите друзья мои вот я вставляла сюда вот этот кристалл и и у нас получается колечко немножко вытянутая так как кристалл у нас приплюснутые видите и он имеет достаточно большую ширину или высоту в данном случае нас это будет высота 8 миллиметров аж поэтому смотрите я пробовала его пришивать из крайних вот этих вот биконусом или кристаллов получается очень некрасиво поэтому нам нужно чтобы пришить вот этот кристалл из вот этих вот бисеринок видите которые мы набирали между из вот этих вот бисеринок которые стоят над кристальчика маленьким но нам в таком случае нужно еще делать так чтобы нитка выходила вот сюда вот вверх и и поэтому каким образом можем это сделать мы можем смотрите мы проходим вот сюда в этот в эту бисерин очку проходим по биконусу в любую сторону сюда или сюда куда вам больше нравится но здесь я оставила нитку я ее сразу не обрезаю обрежем ее потом потому что у меня было такое что я сразу обрезала а у меня потом развязала здесь и поднимаемся вот по этой бисерин очки а так и теперь мы берем наш кристалл только мы для начала уходим вот сюда на обратную сторону иголкой в чашечку в нашу одеваем кристалл и иголкой выходим пока пустой вот сюда потому что нам надо будет бисерин очку зайти сверху так хорошенечко мы все это дело подтягиваем находим куда мы должны зайти иголкой иголкой вот смотрим где мы пришивали нашу бисерины где мы пришивали наш кристалл из какой бисерины вот отсюда да видите вот из этой значит четко на против этой бисериночки вот вот я иголку расположила мы и должны зайти вот сюда то есть видите ниткой мы сюда вышли но это все потому что кристалл имеет объем и мы не должны его пропустить сюда вверх то есть еще раз давайте смотрите мы иголка видите вышли вверх из вот этой бисеринки вышли иголкой вот она наша нитка нитку опустили сюда в чашечку набрали кристалл не затягивая вышли сюда иголкой ну можем сразу присмотреть куда нам заходить смотрите вот это бисерина она против нее получается отсчитываем даже раз два три вот она наша следующего сюда мы должны зайти иголкой вот так и заходим сюда иголкой и сейчас наш кристалл вот увидите встанет прямо как в копанный хорошенечко подтягиваем и и вот смотрите мы с вами сформировали колечко дальше я делала вот что и я рекомендовала бы вам делать так это будет гораздо быстрее то есть мы заходим вот наша ниточка выходит да смотрите мы заходим в биконус кристалл биконус и я подхожу туда откуда у нас выходит вот это вот нить вот здесь я эти нитки связываю а так я обрезаю наши нитки обе тут вы аккуратненько подпалите и сделайте чтобы было незаметно ну вот друзья мои мы сплели им основную часть колечко которая она вот украшает наш палец и дальше мы с вами должны сделать дужку если вы захотите расположить колечко вот так то мы формируем дужку на вот этих двух биконусах но вернее на биконусах а я сделала так что наша дужка выходит из вот этого кристалла и вот этого кристалла то есть кристаллы которые находятся по бокам от вот этих двух биконусов если вы захотите расположить колечко вот так то вы должны сделать дужку на вот этом вот биконусе или на вот этих вот двух кристаллах вот которые стоят вот здесь но я покажу вам так как сделала я а вы сделаете может быть по другому может быть вы не захотите даже делать такую дужку как сделала я дужку можно сделать совершенно другую мы с вами с много колечек плели и дужек делали самых разных много ну и так почему я обрезала нитку которой я плела колечко потому что наиболее просто будет сделать наше плетение вот таким вот образом смотрите я набрала нитку и две иголки то есть одна нитка на две иголки но мы с вами много раз так плели и смотрите наша душка начинается вот давайте здесь посмотрим наша душка начинается из вот этих вот кристалльчиков и выходит она причем из кристаллов вот с этой стороны между кристаллом и биконусом то есть вот сюда вот вот сюда идет у нас душка и вот из этой стороны кристалла выходит наш бисер для того чтобы наша нитка вышла вот отсюда мы смотрите как заходим мы заходим иголкой вот сюда делаем вот такой вот оборот и 2 иголкой выходим вот сюда ну смотрите как мы это делаем вот мы берем наш наше колечко и заходим вот сюда в кристалльчик которые вот два биконуса посерединке и вот кристалльчик вот мы сюда заходим иголкой и идем прямо вот по кругу Смотрите, идем в следующий беконус, кристалл. Вот так идем по кругу. Вот мы вышли туда, где у нас узкая сторона. И если вы захотите делать дужку в этом направлении, то вам нужно будет начинать вот отсюда. Ну а так я делаю дужку с широкой стороны, то я, смотрите, как у меня получилось. Вот у меня нитки выходят из вот этих вот кристаллов. Вот они. Теперь я подравниваю иголочки. И набираю я на каждую ниточку по 4 бисеринки. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Мы набрали по 4 бисеринки. Опускаем их вниз. И теперь мы набираем 2 бисериночки. И проходим их друг навстречу другу иголками. Вот так. Подтягиваем. И вот у нас сформировалось начало нашей дужки. И дальше мы делаем все время вот так. Но это если вы захотите, еще раз говорю, такую дужку сделать, как у меня. Это, кстати, цепочка из моего предыдущего мастер-класса о цепочках. Значит, что мы делаем? Мы набираем на каждую иголку по одной бисеринке. И две бисеринки у нас будут общими. То есть по одной набрали, опустили. И теперь вот эти две бисериночки проходим иголками друг навстречу другу. И хорошенечко подтягиваем. И так мы делаем до нужной нам длины дужки. Набираем по одной бисеринке. И две общие. Проходим иголкой друг навстречу другу. Подтягиваем. И делаем так до нужной нам длины. Ну и встретимся, когда я проплету нужную длину дужки. Ну вот, друзья мои, смотрите, что у нас с вами получилось. У меня, мне было полегче, так как у меня предыдущее колечко сплетено. И я посчитала, что у меня получилось 16 вот таких вот квадратиков. Поэтому здесь я набрала 16 квадратиков. И теперь, чтобы завершить наше плетение, нам нужно опять на каждую иголочку набрать по 4 бисеринки. И теперь вот наше колечко, наша широкая сторона. Смотрим. Вот мы начинали плетение. Видите, вот наша выходит отсюда. Ниточка. Поэтому мы заходим, получается, на противоположной стороне вот так, иголочкой. И смотрите, я иду прямо вперед. Вот сюда. А этой иголочкой мы заходим, получается, вот в этот кристалл. Вот сюда. И тоже я иду вперед по... Тут немножко сложнее тут узелочек расположен. Но ничего, оно дает возможность пройти. Вот почему не нужно заранее обрезать ниточку. Вы ее обрежете потом, когда все сплетете. Ну и вот, смотрите. Получилось вот так. Для того, чтобы закрепить нашу ниточку, я просто иду вот сюда вперед, в нашу дужку, по бисериночкам. Вот я прошла 4, я прошла 2 от набора. Эти сюда. А второй иголкой я иду тоже вот сюда. Можете закрепить ниточку уже вот здесь. А можете сделать вот что. Пройти двумя иголками по дужке и где-нибудь вот здесь закрепить ниточку. Или, если хотите, вы можете второй раз пройти весь ободочек и закрепить ниточку где-нибудь вот в ободочке. Ну и вот, смотрите. В общем-то, работа наша закончена. Дальше, я уверена, вы справитесь уже без меня. Ну вот, посмотрите. Какое у нас с вами милое колечко получилось. У нас с вами также точно образовалась корона, как на моем колечке предыдущем. Ну и черные кристаллы в сочетании с красным, в общем-то, смотрятся тоже очень симпатично. Впереди новогодние праздники. Плетите различные украшения на подарки своим близким. Мои близкие всегда рады моим подаркам. Я частенько угадываю, кому что бы я подарила. Но вот в прошлый Новый год получилось так, что немножко не угадала. И мои родные начали меняться между собой. Ну а так, я желаю вам всем рукодельте с удовольствием. Пусть это приносит вам радость. Все всегда получается. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»